У нас в гостях кандидат в депутаты Народного хурала Республики Калмыкия от Коммунистической партии Российской Федерации Петр Валентинович Ренженов. Петр Валентинович в 1980 году окончил Московский институт управления имени Сергия Джаникидзе. Длительное время являлся директором сохоза Степной Сарпинского района, был представителем президента Республики Калмыкия в Яшковском районе, также работал первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия. С июня 2002 года назначен на должность председателя контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия, который возглавлял до 2022 года. Имеет почетное звание Герой Калмыкии, звание присвоено в 1995 году. В 2007 году Петр Валентинович удостоен звания Заслуженный экономист Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые земляки. Итак, у нас в гостях Петр Валентинович Эрендженов. Это номер два в общереспубликанском списке КПРФ, кандидат в депутаты Народного хурала. Здравствуйте, уважаемые земляки. Петр Валентинович, я очень рад, что вы пришли, что КПР направила вас на интервью. И мне приятно это, потому что я просто ознакомился с вашей карьерой и очень удивился. И честно горжусь, что у коммунистов есть такой человек, как вы. Вы являетесь Героем Республики Калмыкия. Я знаю, это звание вы получили, будучи директором солхоза, и вам на тот период было всего 37 лет. Вы являетесь заслуженным экономистом Российской Федерации. И это звание свидетельствует о вашем профессионализме, о профессиональных качествах именно в сфере экономики. И для меня это огромный показатель. То есть я считаю, что именно те показатели, те достижения, которые у вас есть, как на региональном уровне Героя Калмыкии, так и на федеральном уровне, заслуженный экономист Российской Федерации, о многом говорят. Вы 20 лет возглавляли контрольную счетную палату Республики Калмыкия, стояли у ее основания. И вот первый вопрос, как вы лично, я понимаю, что это вопрос нескромный, вы лично оцените, как вы относитесь к вашей оценке, к этим двум званиям? За что? Действительно, заслуживаете, не заслуживаете? Да, я понимаю, нескромно, но мне бы хотелось с первых уст услышать ваши ответы. Ну, я не могу сказать, за что мы были... Ну, давайте, в 37 лет, вы молодой парень, вам дают Герои Калмыкии. Как вы к этому отнеслись? Как вы работали, да? Ну, коллектив выдвинул, руку с ровно поддержала, руку с ровно поддержала и было присвоено. То есть, наверное, были какие-то показатели? Не просто так же? Ну, я могу сказать, что по факту, когда я был в руководстве хозяйства, мы ежегодно, у нас в среднем ежегодный валов сбор составлял 34 тысячи 500 тонн ежегодный в среднем. 30 тысячи 500 тонн ежегодный? Максимальный годовой валов сбор... Это бытность вашей работы, где директора солхозной степной? Да, да. Максимальный мы собирали, в год собрали мы 42 тысячи 800 тонн. Это где-то 35-40% от вала сбора наших западных районов, Яшухтинского, Гордыковского на то время. То есть, эти зерновые районы, 30-35% один солхоз сдавал? Да. В Сарпинском районе? Это можно взять стаб-данные, официальные данные. А вот на сегодня есть такие показатели? Я не слежу, не могу сказать. Понятно, Петр Валентинович. Почему, какой целью, задачей решили пойти в депутаты, и почему именно Коммунистическая партия Российской Федерации? Ну, поступило предложение мне от КПРФ баллотироваться в депутаты. Я спросил, почему. Говорит, нам нужен специалист, который разбирается в бюджете, в экономике. С опытом, но я дал согласие. Если моя работа как-то поможет, улучшит состояние экономики в республике, мои знания, опыт, я согласился поучаствовать. Как Вы думаете, Ваши знания помогут в народном форуме? Ну, будем пробовать, пытаться ли. Петр Валентинович, Вы 20 лет возглавляли контрольно-счетную палату республики Калмыкия, стояли у ее основания. То есть Вы непосредственно в самой экономике. Были 20 лет, разбираетесь, знаете, как слабые места, болевые точки такие. И, наверное, знаете пути выхода. Мне бы хотелось вкратце, чтобы Вы отметили, там, за вот этот промежуток 20-летний, что у нас с экономикой улучшается, ухудшается, где это, может, такие графики, где-то вниз, вверх. Я сильно не разбираюсь, но хотелось бы услышать от профессионалов, ну, по работе Вашей, 20 лет, к чему мы шли. Потому что Вы непосредственно этим занимались. Вы смотрели, проверяли бюджет, правительство Вам направляет, Вы проверяли, давали заключение. Вот такой, ну, вкратце. А потом мы поговорим уже отдельно о проблемах. Ну, если говорить о состоянии экономики, я хотел бы начать. Есть такой показатель, основной показатель, характеризующий состояние экономики, это объем валового регионального продукта. Если касается региона, субъекта, если страны, то внутри валовый продукт. Это то, что мы производим? Это валовый региональный продукт, это стоимость товара, услуг, продукт, произведенный в конкретном регионе. А, то есть то, что мы производим? Это зарплата, доходы, это доходы. Это оно, созданное, то, что мы создали, создалось в республике. И от этого, если растет, значит растет благосостояние. Это основной показатель, это динамика валового регионального продукта. Если проанализировать состояние экономики Калмыкии, то мы всегда находились на протяжении долгого времени, если брать лет 15-10 лет назад, в период или нет, то в стадии сагнации. То есть экономика особо не растет, но и не падает резко. То есть на одном уровне? На одном уровне сагнация. И я думаю, это житель республики, она себя ощущает, потому что улучшений нет. Но с 2014 года у нас пошло падение, 2014, 2015, 2016 год падение. Это санкции? В связи с этой причиной, когда были введены против нашей страны, санкции западные. 2017-2018 годы мы перестали падать. И вот если темпы роста валового регионального продукта, с десятого по 14 год у нас рост состоял за 5 лет, рост стал 5,8%. Это 1% в год, но это характеризует, что согнаться, то есть не раз в чем так, но не падает. Это все данные. То есть 1% в год нельзя насчитывать как рост? Нет, это так. То есть по экономическим показателям нельзя? Да, это не раз, да. Но ни падений нет. Это все данные Госкомстата. С 2015 года по 2018 год в связи с санкцией мы упали на 4,4 уже. За 4 года. С 2019 года по 22 год у нас ежегодное падение. Идет. Мы упали за 4 года на 3,8%. На 3,8%? Да. От низкой базы, то считать это много очень. То есть мы и так в порядке в списке депрессивных регионов, но у нас еще и хуже мы делаем. Да, к сожалению, если страна после санкций растет, регионы растут, мы падаем. Это достопь данные. В связи с этим я, когда последние 2 года точно при выступлении с отчетом Народных Уралей, я пытался на это обратить внимание, депутатов, хотя это не полномочия, контроль счета палаты, но в связи с своим представленным знанием хотел бы поделиться, чтобы люди обратили внимание, что экономика движется к коллапсу. Но меня всегда спикер обрывал, говорил, что нам ликбез не нужен, и в итоге все. В итоге имеем, что имеем. Разговор не получился. И как итог, раз валовый региональный продукт у нас падает, темпы не впадения, а еще раз говорю, что это сам основопоказатель, это то, что мы произвели, то, что мы потребляем. Это говорит о том, что соответственно, как результат тяжелое положение за бюджетом республиканским. Если до санкций до 2014 года, на 1 января 2014 года у нас госдолг всего был полтора миллиона, миллиарда. Годом ранее был сто миллионов меньше. Годом ранее, то есть в 2011 году там, тоже миллиард. До 2014 года, в 2013 году у нас был долг всего полтора миллиарда. До 1,5 миллиарда. Годом ранее сто миллионов разница. Ну так, миллиард триста, миллиард пятьсот. До 2014 года. До 2014 года санкции пришли и экономика стала падать. Но за последние четыре года у нас темпы госдолга растут катастрофически и увеличились в два раза. Сейчас составляют они на 1 января восемь с половиной миллиарда рублей. Сейчас побольше, наверное, несколько. 8,3, по-моему. Сейчас 8,3. Да. Ну, на 1 января было восемь с половиной. Но надо еще учитывать, что у нас растет кредитовская задолженность. Она составляет на 1 января 2023 года 3 миллиарда двести. эти те же долги только называются по-другому. То госдолг это задолженность перед бюджетом вышестоящим, перед коммерческими кредитовыми учреждениями. А кредит только те же долги, допустим, если в жизни брать, если человек должен банку и соседу должен, он тоже должен отдать. Здесь поподробнее. То есть у нас 8,3 миллиарда госдолг, долг федеральным банкам или правительству. И еще есть другой какой-то долг. Да, это называется кредитное обязательство. Кредитовская задолженность. Тот же долг, тоже надо отдавать его. Он составляет 3 миллиарда двести. Итого у нас получается на 1 января 12 миллиардов. 12 миллиардов. Ты сейчас первую слышишь. Те же долги из 3 миллиарда 200 рублей кредитовской задолженности это значит порядка миллиард 700 мы должны крупным подоходам по налогам отчисленным должны мы вернуть ну должны крупным налогоплательщикам потому что они заплатили они платили наперед они платили ежеквартально расчетным путем по году в связи с экономической ситуацией мировой у них показатели хуже они переплатили и мы должны миллиард 700 и миллиард 600 где-то миллиард 500 мы должны это обязательство за должность главных бюджетных средств ГБРС это что такое? по принятым обязательствам это контракты строительства запитания ну там за счет то есть у нас если говорить то у нас 12 миллиардов то есть у нас не только госдолг 8,3 это тот же долг просто называется по-другому это же отдавать по-любому надо конечно отдавать теперь значит я хотел бы обратить внимание что вот в 12-м году если не ошибаюсь у нас была большая сумма по доходу налогов внесена бизнесменом Давидом Дикабашевили порядка 200 миллиардов 300 миллионов рублей если так по-честному то если бы этого не случилось я не знаю чья инициатива что он сейчас заплатил подоходный долог то в наш госдолг надо добавлять еще 2-300 потому что деньги принесены ветром мы расходовали на свои нужды республика погашала долги финансировала свои перечисленные если бы их не было то у нас госдолг был бы республики еще больше на 2-300 поэтому ситуация серьезная и почему я так пытался на народу хороля чтобы обратили внимание на это потому что просто я общедоступный языком хочу показать что ситуация очень нехорошая тенденция вот по прошлом году исполнение бюджета по финансированию социальные выплаты по году задолженность на первый вариант за 3 месяца а то есть это долг уже такой бюджет уже влияет на то что люди уже вовремя не получают 3 месяца социальные выплаты если предыдущие годы несколько лет всего 1 месяц была задолженность переходящая то есть давайте сейчас посмотрим то есть нас ждет возврат в 90 какие-то когда вот эти детские пособия не уплачивали люди в суд ходили индексировали получали то есть мы идем туда если будем так продолжать по факту уже за прошлый год задолженность выплата состояла 3 месяца теперь это идет потому что очень большой долг и идет разбалансировка бюджета если дальше так пойдет то будет уже зарплата будет опаздывать задержки будут на 5 дней это уже катастрофа это будет отражаться потому что мы все закредитованы население закредитованы 5 дней если будет на месяц и так далее поэтому вопрос очень серьезный поэтому надо на это обращать внимание как бы тяжело не было надо говорить это хотя бы начать обсуждать вот как что с чего начать чтобы обратить на это внимание и начинать решать эту проблему это Ван Тимович да я понимаю сейчас тяжело тяжело стране тяжело региону но надо что-то делать вы как экономист как как кандидат депутаты что предлагаете ну надо проанализировать состояние доходной части расходной части вот мы зачастую только вот когда принимаем бюджет обращать внимание только на расходы это добавить это добавить там убавить там прибавить а по доходной части мы не работаем ну в смысле мы хуран не работает правительство исполнитель не работает потому что надо работать над доходной частью у нас естественно надо привлечь больше увеличить а потом расходы у нас у нас минфин минфин у нас это касса но почему-то мы на него все звали что почему у нас кредит этот госболк растет почему у нас тут а минфин это касса он исполняет бюджет просто исполнительный орган исполнительный орган кассир министерство экономики это который делает социальный экономический прогноз где налоговый потенциал вот вы если вот так проанализировать нигде такого нету где мы работаем кто-то говорил поднял вопрос надо увеличить налоговый потенциал чтобы повысить доходные части только расходы то есть сейчас надо хотя бы сесть задуматься над этим и рассматривать определенные предложения искать пути да какие-то расходы надо посмотреть посмотреть какие надо где-то сокращение где-то там оптимизировать допустим вот мы только наоборот все расширяется мы только вот строим социальные объекты тоже это хорошо это но надо же строить за счет строить своих не залазь в долги в последнее время не говорится что мы построили какой-то объект который бы увеличил налоговый базу те же инвесторы увеличил налоговый потенциал нет только мы строим школы, садики, детские кошечки которые нам их надо содержать наоборот берут больше денег да надо повышать доходную часть и строить может быть даже больше строить и такой момент вот у нас в республиканском бюджете есть дорожный фонд он определен законодательством и он каждый год источниками формирования дорожного фонда у нас были определенные налоги целевые он формировался источником в сумме 800 миллионов рублей и в то же время мы с этого с 800 миллионов мы направляли на дорожные деньги всего несколько десятков миллионов всего несколько десятков почему потому что все уходило на социальную сферу на зарплату сейчас дорожный фонд не исполняет свою неосредственную цель не было средств денег нет берут оттуда правительство и правильное дело на первую очередь нужны здравоохранения сейчас у нас дорожный фонд мы нагнали фактически до 2 миллиардов рублей я тут вносил предложение может быть нам надо меньше закладывать на 300-400 миллионов там меньше ну пусть мы дороги построим чуть попозже но меньше чтобы не залазить в долги вот тоже видите одно из направлений там же много можно направлений здравоохранения то же самое другие сферы посмотреть где-то мы должны делать оптимизацию иначе если мы будем зарплату задерживать людям кстати по зарплате у нас индексация заметно отстает от от инфляции отстает потому что уже вакансии много даже в бюджетной сфере на госслужбе зарплату не устраивать на индексацию не хватает средств если найти резервы посмотреть я не говорю что найдутся сразу хотя бы начать с этого и надо бассирует зарплату в бюджетной сфере это учителя здравоохранения госслужбы или такой момент по зарплате разночность говорю если проанализируют по здравоохранению ряд за несколько лет за 3-4 года фонд зарплаты состоит суммарно 1 к 1 а инфляция идет по собственным доходам республиканский бюджет на слушаниях Менхин докладывает рост есть до собственных доходов имеется собственные доходы в связи с принятием 7-8% рост извините отнимите индекс инфляции там 0 поэтому все это идет комом идет то есть по сути гордиться нечем да теперь гордиться насчет гордиться значит мы как знаете с 20-го года по-моему попали в десятку худших регионов с точки зрения социально-экономического состояния по-моему давно там нет с 20-го года значит это в связи с этим принято ИПР да 10 субъектов отнесены к этой группе депрессивных очень депрессивных регионов и в связи с этим федеральный центр ежегодно выделяет миллиард рублей дополнительные ну это в рамках ИПР да ИПР да большая часть это на кредитование определенную этих еды деятельности взаимные средства миллиард под низкий процент 1-3 процента какая часть идет на оплату правительственной документации какая-то часть идет на закупку приобретения техники для жилья коммунального хозяйства ну у нас иногда выдают что а там же в этих миллиардах которые выделяются на кредитование малого бизнеса малого среднего так называемый фонд развития фонд развития есть ага да это громко сказано но это фонд развития я его называю как вот раз мы отнесены к депрессивным это как пособие предеварительности государство видит что человек ограничен возможности ему платят какое-то пособие поддержка да поддержка и то же самое здесь то есть это не достижение нам входя в эту группу в депрессивном в республике нет много ограничений мы не можем то сделать мы не можем то сделать мы не можем то сделать желательно нам чтобы это не развитие как подают власть нет это наоборот это наоборот такая это как инвалидность если может пособие подолезть но здравомыш человек пособие по инвалидности да если хорошая метафа мысль человек хотел бы вернуть здоровье и получать больше чем это пособие а здесь просто поддержка этой болезни да а здесь тоже нужно выходить с этой категории депрессивных выходить и зарабатывать больше за счет этих создания хозяйственных субъектов еще доказательство того что у нас экономика депрессивное состояние одно кредитное учреждение здесь у нас отделение республиканское руководитель ему не продлили контракт потому что кредитный портфель нулевой а кредитный портфель это инвесторы только потребительский кредит у нас большой идет большой невозврат его вынуждены поменять потому что показательнее выпали целевые это тоже характеризует поэтому я не критикую просто я констатирую я пытался дважды через двух лет обратить на это внимание в народном хурале в формате потому что я могу выступать только с отчетом с законом перед народным хуралом с отчетом пытался это говорить и вот пользусь лучшим сейчас вы пригласили я хочу не критикую что это просто констатация факта так на сегодня не произошло работники Минфина министры все это знают они профессионалы высокого уровня наш Минфин то есть постарается ситуацию да выходит так Минфин это знает но он не может ничего не может сделать вот вы у нас были заместитель министра сельскохозяйства вы были директором сухоза успешным директором сухоза мне бы хотелось немножко несколько слов про нашу основную отрасль сельское хозяйство ну и искомно наше хотелось бы с экономической точки зрения вы прокомментировали ваш взгляд на это может есть ли тестов данные экономические данные вот хотелось послушать по этому поводу у нас республика всегда была есть аграрная республика аграрная республика у нас это уклад жизни нашей и она занимала первое место в удельной весе валу продукты в республике вы сказали занимала занимала потому что 25% удельной вес составляла до 17 года 17 года она занимает второе место на первое место вышла такой вид деятельности как транспортировка и хранение углеводородов в связи с вводом с вводом КТК они занимают первое место 23% в настоящее время а сельскохозяйство занимает второе место с удельным весом в экономике республики 21% но но хотел бы сказать тоже привести цифры тоже по состоянию экономики этого отрасли если взять динамику с 2010 года до 2017 года экономика выросла сельскохозяйство выросла на 22% это неплохой показатель это что имеется ввиду что выросло это объем выращивания произведенной продукции это у нас мясо зерно молоко шерсть и тому подобное мы росли в среднем 2,8 2,7 это хороший показатель это уже рост то есть мы здесь развиваемся до 2017 года до 2017 до 2018 я не беру дальний период с 2018 по 2020 год мы упали на 21% 21% выросли мы на 20 с лишним и упали точно за 3 года упали за 3 года выросли за 7 лет на 20 а упали за 3 тоже экономика сельскохозяйство кстати удельный вес и говорят показатели это связано это падение нету соответственно поддержки поддержки и господдержки может быть еще вот эта вот засуха которая была тяжелая зима да засуха тоже есть удельный вес конечно это нанесла свой уклад но в 2018 году падение началось засухи не было в 2019 году не было не было в 2020 году это каждый год падало просто в 2020 году падение было больше в связи с тем что прудный катаклизм это факт такой неоспоримый согласен с данными то есть здесь тоже надо садиться анализировать смотреть развивать поднимать самая глобальная проблема для населения республики это вода вы работали в КСП может быть вам больше известно и как вы на это смотрите что ваша фракция в народном охране ну если станете директором конечно будете говорить и как будем решать эту проблему по воде ситуация общеизвестная что все надеялись на вод водопроводов с Левокомского месторождения в связи с тем что там были нарушения преиспользованных средств и он то что там важная звена нет водоподотоки кстати КСП проверяла это контроль счету палата не проверяла потому что федеральная стройка осуществляла федеральные средства и она финансировалась минуя республиканский бюджет а то есть вы не касаетесь поэтому не наши полномочия мы не имели права проверять но я хочу сказать что чисто экономически по экономике по с точки тарифов если бы этот водопровод в идеале построили бы все правильно с документацией с высоким качеством то при подсчете тарифов он заведомо был бы выше чем тарифы нынешние в листовой доканале и он бы остался бы не востребован как понять не понимая потому что где-то по грубым расчетам примерно тариф где-то мог опойтись мог опойтись 200 рублей за кубометр 200 рублей за кубометр есть то есть я правильно понимаю если бы вода с левокумки пришла если построили бы все как надо и вода сюда пришла она стоила бы примерно 200 рублей за кубом метр 200 рублей это прикидочно да потому что там очень дорогая водоподготовка была бы экономически не было целесообразно строить этот водопровод и оно было сразу техниками обоснования было бы посчитать тогда может быть и может быть принято бы решение не строить но там просто было своими денег и еще я скажу что при сейчас по Волге они хотят везти здесь не вот из Волги да надо тоже техническое обоснование поскольку обойдется в итоге тариф на выход для населения для потребителя если будет мало потребителей абонентов если будут тарифы то это водопровод тоже не работа не будет но пока нам говорят что тянем оттуда по крайней мере ведутся разговоры что но опять же если какая это потому что покупатель это будет хозрасчет предприятия то есть точно так же если вода оттуда придет сейчас из Волги она будет примерно сколько стоить по вашим подсчетам вы не знаете но она тоже будет дорогая ну нам же не говорят и то есть население будет еще больше платить за коммунал или вообще не будет я скорее всего это водой не будет пользоваться это будет простое предприятие пример пример приведите вот этого я вот не понимаю ну это такой простой пример если допустим вот у нас есть сетевые магазины горы в горы в горы ну агниев пятерочка да если так он поставить как в листе так он небольшой население пункти он работ не будет он сокроется потому что там нет покупателей там нет не будет выручи который выходил на необходимый так экономически не выгодно его ставить да то же самое водопроводом левокумбский водопровод если бы он заработал бы все нормально то по тарифам на него на эту воду не нашлось бы покупателей то есть население бы не брало там есть по 44 рубля сейчас водоканал продают воду естественно по 200 по 44 плюс 12 водоотвод где-то 56 копейками и то же самое примерно будет с водой которая придет из Волги ну опять же надо считать тарифы если были субсидии можно было удешевить приемную цену но субсидии в Калмыкии это реально это фантастика то есть сейчас необходимо было прежде чем запускать прежде чем начинать говорить о левокумбке о Волге надо было все это взвесить предположительно проверить какая будет цена только тогда этого идет то есть наши власти этого не делают как-то то есть решает проблему любым способом но при этом создают другую проблему ну это чисто освоение средств я думаю уважаемые подписчики обратите на это внимание это новость меня шокировало честно я скажу Петр Валентинович спасибо что вы пришли к нам ко мне на интервью я думаю подписчики оценят ваши все высказывания и мне бы хотелось чтобы вы еще пришли по каким-то другим направлениям поскольку вы такой опытный человек очень благодарен желаем вам удачи на выборах спасибо готов ответить на любые вопросы в чем я компетентен спасибо удачи удачи